о чем мы сегодня поговорим мне хотелось бы все таки вот как бы но если резюмировать ну скажем так то что дает практика на вот это становится конечно ясно далеко не сразу и на это не всем у всех свое восприятие память и так далее и так далее да исходные параметры вот то есть я так думаю что собственно я так думаю а все кто занимается больше там трех лет иначе на понимаешь что йога первое что дает она снимает текущая перегрузку текущих первое второе значит она выгружает подсознание все что там было лишнего накоплено да значит закрывает проблемы психологические проблемы физические которые не были завершены до конца да но я об этом говорил допустим человек говорит о мне я вот 20 лет там учился в институте занимался вольной борьбой и там на меня было с колено там что там да я вот месяц ходил хромал вот мне там сказали что делать да я плюнул потом заросло само да заросло само но оно заросло немножко не так как надо где-то после полтинника все это всплывает да вот а я вот это можно все растереть закончить все эти дела да значит вот значит и наверное ну возвращает собственно говоря исходное состояние здоровья и возвращая человека наверок своему себе каким он был задуман природой каким он рос ну вот взял возьмем я николаевича толстого до трудный вопрос мог блин скажем стать тем кем он стал вот в этом вот во всем этом то в чем мы сейчас живем да потому что он как писал что вот сегодня поссорился с тетушкой и убежал в парк целый день провел на пруду рассматривал клевер нюхал цветы никто никуда не гнал никакой спешки читал книги всегда потом его там учился он да он никуда не спешил вот он как бы вам система раскрывалась без угнетения внешне внешними условиями да и он стал тем кем он стал вот значит так вот собственно говоря возвращают человек к тому состоянию где-то после наверно лет в среднем 20 собственно начинает человека нашего времени сминать деформировать стачивать собственно собственно абразивен значит да вот и у кого-то согласно его генетике кто-то нам чувствую себя плохо уже начинает нам 20 лет вон к саше сергееву ход ребята за университета 1 2 3 курса не уже никакие да вот у кого-то здоровье позволяет скажем ну держать это все там до полтинника да но потом все равно накапливается то вредность и она не сбрасывается она чисто накапливается вот на сюда и тогда люди как бы живут ну либо таком состоянии полу деформированным некоторым давление социума не дает вообще развиться до такой степени что мы не стали сами собой да как природа задумала но просто не дает времени там бери больше кидай дальше отдыхай пока летит там да что стоит будет потом это это потом вот и люди значит заигрываются сами собой перестают понимать что с ними происходит и так далее так далее ничего тела со всем этим как бы работают потихоньку медленно значит уверенно но к сожалению не быстро быстро может обещать на вот но когда человек взрослые то конечно все проблемы еще спело мало накопиться у тех кому там 20 30 до чем больше тем больше все это уходит медленно вот да и в этом плане как бы можно подумать о том что нужна техника безопасности для но то скажем так есть такие парадоксальные значит скажем название вот они человек значит написал книжку очень интересного про роман булгакова до мастера маргарита вот значит он показывает четко значит что он писал не о себе и не своей жене да он писал горько моего жене вот показывает как бы так у меня очень интересно но за звание смешно метла маргарита да вот такое интересное название значит да поэтому мы с вами получаем еще через его новое восприятие вот новое восприятие исправленная очищенная значит вообще человеческое восприятие можно разделить наверное вот там 10 20 лет там и скажем 50 или или и больше как стекло вот идешь мимо домов на новый окна новая нормально если кто-то не смотрит покрытым у тебя такой да вот на счету от примера так и восприятие вот я вы очищает восприятие много чего делать вот я хотел бы услышать по этому поводу ваши мысли или вопросы если таковые есть ну так мое дело вас вызвать на дуэль да это не дуэль это я даже не знаю весело я понимаю веселый спарринг вот тут смотрите у меня на самом деле есть две ассоциации по поводу по поводу вот смягчения воздействия внешнего мира на котором вы говорите недавно просто ролик посмотрел в ролике рассказывали как действует гелевый бронежилет есть такие технологии когда гель такой толстый кусок геля надевается вот и гель замедляет там воздействие неважность там удар или то есть инвертный газ все блокирует не нет не это не газ гель а гель такой гель до гелевый бронежилет очень интересно свое время нашего афганистане закачали бомбардировщики общем там такой такую губку значит да но интересно но ну там просто как этот гель и работает на видео показывалось что его очень легко пройти если медленно то есть если вот так вот рукой проходить это он прям ну естественно мягкий гель но если сильные удары то он их блокирует такова его физика как бы да это пружинит физика материи задерживает пружинит и так далее то есть грубо говоря там не меч не пуля ничего не может пройти ну вот так метафора у меня ассоциация что йога она как раз такая по сути при конечно практике и сроки до что внешне воздействие они все равно будут они все равно будут достигать но вокруг тебя как бы создается вот такой вот гелевый защитный слой и он сдерживает все вот эти вот внешние воздействия замедляют по метафору принять но она в чем опять наверное основа смысл что человек не заниматься йогой но он уйд по обычной линии жизни да так потихоньку значит да и скукоживается если заниматься йогой неграмотно или слишком много это будет как тот же удар понимаете да будет сопротивление будь то что не нужно а вот попадать как бы в нужный сектор то есть заниматься как ну я бы сказал так опять дико звучит вот нужно практика отделку без примеси себя которая в обычной жизни понятно да вот если в это попал этот сектор то тогда подвижение будет обнимаем по рассказал пример со льдом нет наверно рассказывали рассказывал да но повторить не будет вредно ну значит делали то есть пример где-то минус 6-7 температура берут ледяной брус ну скажем длиной метр на две опоры кладут получается балка ледяная и посредине вешаю струну и груз если груз будет слишком маленький он будет висеть вечно если он будет слишком большой может балка сломаться но можно подобрать такой вес получается очень интересный эффект что проходит там двое трусов и сколько струна проходит насквозь через брус и он падает на пол а брус остается целым просуществует текучесть льда понятно да если попасть в твой сектор так и йога то есть корона российской пересла неуловимая помню этого делу бомбы и грипов это мало ближе весь копоти много ну вот понимать самое главное для игроков как и как наверное во всем просто требует его особенного такого чек свидания ну как бы сказать человек в общем состоянии вот обитая в нашем социуме да но он практически всегда не в порядке в том смысле он нервный нервный не уравновешен какие-то события мы все время что-то давит когда она начинает прикрывать его он тоже в состоянии находится и поэтому она считает получается не очень качественная практика человек опять как обычно что-то хочет никуда стремится он обычный подход а когда-то вообще вот просто как будто делаю не я типа я отбываю номер да но четко вот таких параметрах каждый день и тогда резал и золотая формула ну да формула то много раз уже обсуждали да я его и назвал 6 на полтора до 6 раз по полтора часа и все прекрасно то есть кто кто внедрил ее тот со временем каждый находит где-то на я работа через три практики человек начинает улавливать вот вот то что ему нужно да если он конечно занимается осознанно то тогда начнет улавливать то что ему нужно алена вот так по поводу то что сказал как ваше мнение в вашем стажа по поводу трех пунктов снимать текущая вычищать то что было да и возвращаться в целом процесс идет но текущая снимает довольно хорошо но мне кажется что все таки есть ну как бы определенные разборки которые там но аспекты там детства какие-то вот сильно глубокие процессы они идут мне кажется постоянно вот то есть ну как бы текущие снимается процесс идет но вот какие-то моменты что-то периодически появляются ну что-то вспоминается там из детства помните когда нам развить идет по спирали да то есть когда ты практикуешь что какие-то проблемы сплывает и всплывает на разных уровнях здесь вот проблема склада в какой-то точке спирали что-то решила но не до конца потом дальше прошли на счет как-то но более еще почистились так сказать да там все такого по то что не снялось и но всплывает какой-то другой аспект да 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 ну то есть как бы фокусы они понятны и точно вот такие скажем акцентированные да но они в процессе вот именно возникает ощущение именно процесса что они действительно будут как-то чуть-чуть по-другому проходят ну да ну а скажем общее состояние вот да еще наверное выдаю что что как бы аккумулятора не садятся то есть там сколько теле то без разницы энергия то остается да и вот других на другие как-то туда возникает ощущение что есть какая-то привычка который ты себя там приучил условно ложится там 10 да и там вставать в 6 но при этом как бы понимаю что но в 10 уже как-то ну то есть ты просыпаешься раньше а привычка как бы остается ну то есть энергии есть организм привык сложиться в 10 например вставать в 6 но уже как-то по ощущениям вроде вроде уже нет точно не хочется но вот какие-то такие вещи есть ну хорошо хотя мы вас какой-то еще был второй вопрос спасибо лен просто про возраст вы сейчас упомянули о том что там до 20 лет нормально потом потом начинается стирание но мне кажется что так было лет 50 назад возможно или там 30 сейчас сейчас раньше наблюдаю просто по детям я сюда вопрос я задам да во первых ощущение что школа стала гораздо более интенсивной я я не понимаю почему но я пытаюсь свою лиц вспомнить и сейчас вот школа да даже начальная школа вот она так очень что не интенсивность раза в два то есть я в школе радовался сейчас дети не сильно радуются это один момент про среднюю школу там подготовка и пик и вот этой стресса я вообще молчу второй момент естественно интернет и мобильники как-то их никогда не ограничивая они вносят они все равно есть таких нельзя избавиться они носят очень большой шум и начинается это у детей естественно гораздо раньше чем у предыдущего поколения когда мобильники вошли в 20 лет жизни в 30 и так далее то есть вот это огромный эффект отсюда вопрос уже затрагивали его но все-таки ваша вот видение касательно подростков с какого возраста я понял да вы бы рекомендовали начинать считаете наши наверное вообще люди наверное не только наши но я не очень такой эффект что допустим когда вот ребенок рождается да и он растет а вот у него есть там отец сам от родителей вот и существует такое понятие каким принтинг значит то есть она за ну как назад печатывание сопровести до переводится то есть и на счету ребенок он не запоминает как бы так осознанно печатаются впечатления вот на от внешних воздействия от атмосферы от самой значит да и только где-то там после там трех лет когда он начинает говорить когда информация начинает структурироваться основаться и структурироваться у него очень мозг да и вот он значит как бы получает воздействия какие ну вот чисто физически он смотрит на этот мир он сталкивается с момент с предметами этого мира с артефактами с людьми с родителями и все так как бы впитывается до частью большей частью бессознательно а сюда и по мере его развития там 5 6 7 насчет потом уже еще на память заоружаться до нас преди вот и если вспомнить допустим маугли ведь и такие дети были в индии их не описывали в мире мы сказали вырастают вот среди там зверей выживают но это все равно не человек значит да то есть его можно потом научить уже там после 10 там 12 15 лет каким-то словам но они все потому что он из не сформировался мозг не было восприятия не было речи на речь она интеллект включая как бы до развивает его а когда наши дети начинают с 5 лет с трех там южной кореи тогда они они в этом мире они ориентируются в этом вообще никак они получают этих воздействий они не это как сгоня не получается не сделаем полу фабрикатами они в этом мире не террорием прекрасно ориентируются вот они там супер и в этом мире общение с людьми социумом они полный идиот поэтому поэтому исходя из этого вот как я думаю нужно видимо детей приучать компьютером где-то там после семи лет или после десяти тогда они будут полноценными людьми они придатками к этому понимаете мысль вот наверно так что касается практики как вы считаете подросткам когда можно вот я возвращаюсь к этому ну скажем мой мой серьезно начался с пяти лет обезьянничать папа типа что делаешь это раново рассказывали а вот правильно да значит но как бы я научил расслабляться подавлю но тебе интересно вот станутся так вот станутся так допустим да ну интересно но где-то наверно в детьми надо работать я думаю если но самое лучшее когда мы ребенок смотрит на родителей когда родители сами занимаются допустим йогой да то это наверно будет полезно если первых учить расслаблению вот это самое главное потому что я помню как он же ну ребенку как ему там семь лет допустим 8 вот да то погнулся вот так вот так серьезно теряло слабся там да что здесь расслабь а тот покляж вот да вот расслабь все вот все мышцы там руки на мной все такое да и как будто то уснул это будто нет вот давай и лежит подморозглаз пришлось долго с этим возиться 778 это еще маленький возраст это не подросток ну да ну в общем можно можно с пяти но только нельзя фиксировать асаны то есть можно гнуться растянулся раз но не фиксировать а вот учить расслабляться можно уже наверно с пяти шести лет вот да как бы ну смотри как у ребенок вот а дальше 10 12 14 вот когда можно включаться на дальше где-то в общем можно асаны уже держать нормально где-то после 13 13 14 лет вот так уже можно ну как бы по полной программе кроме дыхания дыхание запрещено то что когда человек растет и объем легких меняется весь объем общего тела меняется на вот где-то как 18 дам прекращается рост физически это ведь то еще не всегда где-то 2021 вот это все полная программа она закрывается разворачивается и все держать вы имеете ввиду любые стоящие лежащие без разницы не держать то есть посмотреть смотреть и комплекса ребенка чем больше не хватает силы или гибкости там да это уже просто тут вопрос если не не выдержать асана то как же потом расслабиться в паузе то есть а по заслуженный раз он уже в конце если он то полчаса покрутился и все там а в паузах особо не надо тоже потом когда папа чё ты лежишь я вринот надо полежать потому что вот была нагрузка дам да вот значит да вот и елки аналог энергетический атмосфер мышцы надо чтобы нагрузка вся снялась от этой формы да и как будто и не было на переключатель скоростей машине прошла через ноль все сбросилось и давай новую но как бы объяснять 13 14 я понял спасибо это такое чем человек более взрослый тем ну скажем медленно идут изменения в теле которые нужны а изменяющие лишь не забывайте что получается ведь асаны это не только опорно-двигательный аппарат обменяются топология органов это она влияет масса на и она потраха влияет чем сложнее асана в общем то там больше меняется топология в этом плане мы здесь анкро обращение локальные пережимы там артерии сосудов да или там уменьшение объема крови которая движется да вот например это поза вирасана самая простая когда мы сидим между ногами на полу до стопы вот здесь значит описывает значит там один американец такой эффект что там кто-то парень съел по полчаса молодой полчаса больше он расслаблял медитировал это позе вирасе да да а потом стали ноги остегаются и ступни он на счет там не враг не нервнопроводимость повредил значит да вот с другой стороны значит вот у меня был мой как бы некотором роде воспитанник и сосед серега кириленко такой вот он был такой длинный уже 10 классов своих у него были значит мигрени от матери дала на боль вот когда уже учился медицинском вот значит да периодически на него находила вот но вот в общем как мы занимались вот троем значит и там было два пацана женька михайловский был такой соседей подъезд они были младше нас лет на 6 на 7 вот пацанами еще были а мы уже учились в институте вот и мы их приобщили значит киоге ну то есть сами заинтересовались вот женя потом был начальником луна розыска крыма на полковник михайловский значит серега стал хирургом оперирующим потом много лет уже оперирует причем тяжелая операция онкология потом он в анголе был там пять лет работала еще да так вот возвращать главным болем и выяснила такая вещь значит что когда он сидит вирасоне значит до 20 минут до что получается ограничивается значит объем поступления крови в эту часть вот на какой-то процент значит как реагирует организм значит но кровь-то кровообращение она не прекращается да просто отсюда поступает и через виновную систему пресердия значит кровь бедная значит кислородом да мы слишком много кризисы были кислоты тормозится кровообращение они выбрасывают сосуды расширяющие кровяного русла сосуды расширяется на боль проходит вот значит да и вот он этим пользовался на чем да ну вот нужно от 15 до 20 минут ему было вот снимали за боли которые ничем не снимали больше вот начну потом конечно он попал вот тоже самое то есть человек он оперировал операции по 8 часов по 10 идут у него рост на голову выше меня еще стоит вот так вот представлять но по много часов мечта болеть шея вот я в серега ночью ты тени задел перевернуты вообще при твоем росте на при твоих параметрах я не задел перен то но это мне тоже легче меня как бы но и устают этот отходят потом ехал в москву и не видел его на встретил лет через двадцать в крыму случайно и такая история насчет да вот он упорно стоял на голове вот а в один прекрасный момент же стало плохо выяснилось позвонок разрушен один ему заменили на титан потом он потерял волос в общем была такая история потом он остановился но понимаете когда вот как применять но нельзя ему это было делать вот тут он себе помог а тут на себя угробил да кто голос восстанавливаться два года как он там шипел это блин ужас к шам нервы эти были повреждены вот на вас после поставили титан то есть сама нагрузка вот это вот на потому что состояние на голове ну такие истории бывают к сожалению но вроде бы как но как все люди человек вроде бы грамотный но в отношении себя то как-то не работает хотя как бы то он рассказал много очень интересных вещей у него специфическая профессия я ударю серёга например как допустим люди вот ну вот идет восстановление или выживание марита вот делаешь операцию допустим да и много часов все это опухоли ничего корчуешь вот значит и потом чека зашиваешь трое суток если через трое суток он будет живой насчет он будет жить если нет значит а чем прям неизвестно или или так или так а почему непонятно вообще ну вот где-то еще потому что он ушел а когда улетел в анголу а то в середине девяностых я реку черт от этого понесло пушен тоже там тип подхватил вот еще там чего-то он и конечно когда вот началось это у меня вред в отделении там 6 тяжелых после операции и море всем нужен там и что там то пили сажены нет не капельный снег не лекарств нет где оперируешь и они умирают умирают дачу говорит у меня не туша не войдет полюборит уехал туда на потом конечно все наладилось но вот как влияет обстановку на люди такая история так действует асаны да и вы должны понимать что он главная дозировка и вот он говорил там про эти две минуты 15 секунд там про 140 секунды но это когда уже вы делаете асаны качественно да это время держится свободно тогда будет воздействие видим а вот тут как раз вопрос возвращаясь к технике на самом деле постарался понаблюдать после прошлой встречи вот не замерял потому что ну сейчас прыгает и колеблется время но интересный вопрос такой например у меня возник вот я расслабляюсь возьмем возьмем относительно простое дерево до ослабляюсь проходит время в какой-то момент понимаю что слишком расслабился то есть например коленки уже не подтянуты нет стоп стоп значит вы должны еще чистить момент что когда вы держите где-то асан до минуты и вообще потом автоматом идет допустим это сделал треугольник да и я держу может допустим у минуту никак я не обращаю внимание на что я просто встал и тело потихоньку еще на подается подается потом все раскрыла иначе там рука ушла да и тогда уже я там могу подтянуть чашечки да а сама начала наверно это вот это вот интересно кстати раньше это не слышал потому что ну вот да похоже встаю там в треугольник это не критично потому что чем дольше вы стоите тем менее критично все эти вещи но потянуться надо видать потому что пятки возьму пример дерево не только коленка куда-то уходит нога которая должна в идеале там в плоскости быть до нога потихоньку ухо она да я я я как-то открываю глаза там через две минуты смотрю совсем уже не так не то дерево как вы было вначале значит ограниченное движение допустимо пойму когда вы расслабились форма начинает меняться да это допустимо но как чем дольше вы стоите тем меньше уже обращать внимание ну конечно если вы чувствуешь раз там коленка общество нулась бы ну там да ну ка но потяги там чашечки там смотри там над хинчи там все эти дела это не обязательно короче можно не волноваться в принципе встал не критично не критично а вот руки то опять таки тоже дерево да это интересно интересно знаете когда вот иногда раз этом лапшу вешают что должно быть внутреннее бедро там какой-то черт значит потрогать непонятная да ты не к чему это все должно быть расслабление тишина и все внимание в общем на теле вам удобно стал общем там где-то там что-то там до чувствовала что форма немножко жмет потом все растеклось стало удобно все ничего больше ну либо не стало удобно но хотя бы не ухудшается это тоже вариант но если не стало удобно то лучше либо упростить либо понимать или вы либо дорасслабиться вот лицом лицом да понятно потому что когда возникает напряжение в теле от формы тогда начинают напрягаться лицо и глаза если их подросла бить это можно еще продлить состояние без вот как раз на прошлом занятии вы говорили про 220 да и как собственно после 220 допустим пройти дальше я вот какой-то момент подсмотрел за леной давно как раз про тоже дерево вот соответственно сперва долин через какое-то время руки уходят вниз и собственно упрощенная поза вы дальше продолжаете соответственно но если если можно позу упростить и держать дальше без ощущений под я стал с тех пор как посмотрел делать это допустимо в принципе вы считаете ли дерево деревом когда уже половина асана собственно включим ну просто она делает так как и удобно да на самом деле это это правильно а это очень удобно когда руки уже внизу гораздо удобнее чем можно очень хорошо расслабляться господа и дома дьявол кроется в деталях как обычно варяда мы себе пусть у человека повышаем давление да и он допустим станет позу дерева и поставить там две минуты значит дата у него может давление повыситься потому что он уже гипертоника тоже руки вверху напряжение определенная да если наху берет но это нужно все эти детали их тысячи но у меня лично вы начинают прям конкретно затекать я держу так вот сигнал начали затекать все я их вниз и дальше продолжаю это есть правильный допустим так и люди даже спортсмены человек приходит здоровый блин не знаю x-ray там да вот вот это кашей как паровозная труба там но достались на голову стал вам быть минут здесь прошло может стать и полчаса мы рту имя счет начали ноги холоде и приятно еще здесь все пора выходить минуту полчаса это да нет я просто говорю на счета что здесь критерий такой если позволяет организм но ты бишь где-то сигналы которых не должно быть лишь пора выходить или упростить правильно или поднял так сколько упростив нет столько на голове не берем прости безусловно вот с руками на самом деле вас на где руки вытянуты вверх адрес на 2 это упираешься до кого пара это нас надо да ну тут можно как тоже можно больше загрузить руку или ногу или распределить либо менять туда-сюда как бы да ну как удобно пристроиться но когда самое главное неподвижность когда вот тебе удобно ты неподвижен к это неподвижно тебе удобно пока ты неподвижен я не знаю как это сказать это вот взаимосвязанные вещи никогда поймете что вот вы стали мертвы и дыхание не чувствуете сердце не чувствуете ничего это да и а потом если начал вдруг ничего нет начал дыхание допустим проступать до или вы чувствуете сердце значит уже пора выходить мне очень интересно у коллег возможно когда вот в каких астрах получается вставать как вы сейчас писали я очень хорошо понимаю что вы описываете но по ощущениям по своим личным у меня вот в частности так более-менее получается только в полу кобре вот полу кобра там от пяти минут и вот все в ней в ней уходишь в более сложных асанах просто проще чем полу кобру я не могу представить в более сложных пока такого не наступала просто должны понять что вы должны делать то чтобы то что можете сделать так нужно делать то что можно сделать так как надо мне она же полу кобра жить значит и когда вы тело адаптируется да и психи адаптируется тогда как бы будут вас она в прогрессе текучие сводники это можно нам добавлять эти тассаны по гибкости уже по своей да там идет процесс уже другой но нужно поставить это все дело правильно потому что хотеть бесполезно возможности паре за сами и потом вы можете уже усиливать выдлинять там не знаю менять асана там вот допустим это ходит дома вот автор группа находит агнина вот да так они гибко сумасшедшая от природы на просто но она наверное на порядок выше чем обычных людей не вот он вот она то йога заниматься масштангами я чем-то не занималась в общем-то она очень много здоровья на этом потеряла очень много дороге все его было на троих но осталось уже на двоих понимаете вот то есть она себя этим очень сильно перегружал вот когда пришла да у него не было бессонница была жутко там все такое вроде бы ранен держит и гибкость та же самая сумасшедшая но я вспоминаю у нас была такая в институте когда я работал в ней наша ну там же был коллектив господи полторы тысячи человек да но ты многих знаешь там на своем это же своем мастерской там да или там на арбате когда проектировали этого останковскую башню никитин делал да мы с ней общались вот и была такая вера абрамова у нас нас же нам как было бы до фасов профсоюзы там какие-то были спортивные кита мероприятия вот тоже не было гибкость безумно совершенно она была на спать больная и гнула как резиновая вообще вот и вот она появилась три года назад или два пришла на открыто занятие я так узнал вообще спина болит все болит общение еле живая да гнется все так же но толку нет гибкость она и здоровье не коррелирует вот допустим унины от природы здоровья очень классная параметры удобная очень то что как вы знаете такой рост метр шестьдесят она не более оптимальный рост к сердце кровь качает она меньше изнашивается после тех кто за два метра вы больше 70 не живут принципе вот а то сама пи все оптимальное но отношения вот она столько лет значит до перегружалась перегружала себя вот значит да и в общем потерял очень много здоровья но люди бывают разные допустим вот здесь на втором часовом заводе вот рядом с белорусской где там через что застроят там был пустырь много лет там когда-то работал такой человек по фамилии куваев он собирал часики конвейера чек там за часики вот он каждый день шел у него с собой две бутылки водки пол-литровых вот течение выпивал не собирал часики вот народ со всей москвы приезжал на него посмотрите по вам водку отвозили и галле как-то и даме как 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 крышон говорят пьешь и нехорошо как даже калории спирта калории просто он так питался знаете да у него ранее реагировал на водку набедал так вот у него значит где-то там у него была плана пендицитом не удаляли однажды на месяц он бросил вот а у него была копия не было волос вообще не бровей не ресниц вообще на теле когда значит вам просил водку от пить на месяц после операции волосы стали расти на вот потом начали не опять на счету нам 60 лет ушел на пенсию и что с ним дальше было ну тогда там пойти не при социализме это как бы ну не не педали ровалась там потому что алкоголит был очень высокий вот и это дело не это дело литр водки в день надо было бы изучить бы не надо было бы то я изучить но медики как-то к нему еще да вот такие особенности сумасшедшие или он второй пример все знают актеры джеки чана да вот их училась школе китайской оперы было три друга толстый этот сама хун и худой второй бен бяу да значит он и еще здесь у них была разница по годам и вот значит когда-то младший пришел от вен бяу значит худого парень чувачках он потом снимался вот значит и там же как их там 10 лет дрючили так что мама не горюй вот насчет и вот три дня давали новому пацану на шибону обжился посмел где что а потом а включали программу жестко и вот 3 дня прошло гоняют этого пацана месяца сирен он все делает лучше уж такое блин пацан вот первый раз первый день это еще делает остальные потом значит в конце учителя все стать на руки к стенке ногами и стоять полчаса и все приходит с дубиной на счет там вот и проходит полчаса там кто-то выпал кого-то стошнило а это стоит выходить а он соснул на руках то есть какая чудовищная разница бывает вот между людьми и в интеллекте и физике да вот но как правило ли у которых вот такие вещи есть да как аж михал степанович вот как не на ней не имеет этим пользоваться уж они понимают границ а границам позволяет заходить хрен знает куда вот да потому что другой боже умер а этот человек живет ему вроде как ничего но потом стал заигрывается ему надо восстанавливаться вот как-то вот так последний технический вопрос по силовые и опять-таки стоячая и лежачая система да то есть вот я меняю день так день так день так вернулась наконец переносится до после вот перерыва который был начал но смотри да вот состояние какой был да вот эта операция сбилась настройка общая сбилась до а когда вернулась то возвращается правило переносится вернулась это очень хорошо приятно но отлетать не получается как раньше пока то есть вот этот мысленный шум его интенсивность высокая он не уходит или уходит очень мало недостаточно но тоже наблюдал уже очень давно с вами обсуждали стоячая стоячий день стоячие сами практики да они гораздо эффективнее шум гасит вот чем чем лежащие но при этом мои отношения но мои отношения другое лежачего сегодня у меня лежачий по плану как бы да я я уже настраиваюсь на удовольствие как бы того что ночью погнешься раз запрещено заснуть и про за да абсолютно до стоячий требует напряжения и это конечно у меня так думаю так сегодня посетя баллон стоячему такой уже надо там в тонус входит то есть вот стоящих с одной стороны через себя как бы их пропускающие напряжение другой стороне лучше действуют вот здесь опять вот это дилемма до стоящее лежачие вопрос такой может все-таки миг сделать или может неделю только стоящих поделать как вы считаете ну просто тонкий где тонко там рвется не знаю или пару недель ну наверно бывает так редко но бывает допустим раз может полгода что я вот допустим просыпаюсь видеть мне не хочется не лежачих не стоячих вообще ничего хочется то я делаю чисто силовую динамику пойду километр 10 там пройду потом это взять резинку там до амортизатор потом мы взять гантели целый день там да значит но так бывает редко в общем но что касаемо очередования ну наверное можно если уж так хочется допустим два раза подряд делать стоячие там да или 3 но длинных промежутках не надо потому что получается напряжение расслабления напряжение напряжение напряжения потом одно расслабление до мужа всех накапливается пошеп пока у вас практика еще но несовершенному вообще несовершенно ну да и поэтому накапливаться точно ну те что не нужно накапливать когда явная перегрузка да и можно об общем не знаю Ну, не стоит, короче, я понял. Можно каждый день-два там что-то похимичить, но вот больше длинными такими отрезками, наверное, не надо. Я даже внутри стоячей практики для того, чтобы быстрее как бы войти и отлететь, стал, если раньше я вирабхадрасану там делал, она очень напряженная, да, то есть ей там чатурангу в конце, то сейчас, чтобы быстрее влететь, я наоборот начинаю с ней, на самом деле помогает тоже, как рецепт такой, да, то есть хоп, встал вирабхадрасану, все, коленки задрожали, да, вышел, но зато быстро в паузе отлетаешь, быстро. Ну, дрожь это тоже признак того, что... Ну, задрожали, вышел. Начали дрожать. Начали дрожать, вышел, все, да, правильно, так. Вот давайте, хорошо, давайте вот нашему коленю передадим. Мне хотелось бы услышать от него, а как у него с мотивацией? Я и занимаюсь, у меня получается 5 раз в неделю, получается. 5 раз в неделю, да? Когда утром, вечером? Я чередую время по-разному, иногда утром, иногда вторая половина дня, ну, после обеда, к вечеру. Ну, так я пока не могу вот войти в какое-то постоянное время. По физике или по обстоятельствам? По состоянию скорее. А, по состоянию? Ну, тогда, что делать? Допустим, действительно, если вы чувствуете себя, ну, скажем, утром проснулись и что-то не то, да? А к вечеру лучше, но, наверное, лучше тогда позаниматься. Потом, когда уже вникнете... Ой... То есть я говорил, я иногда с утра иду в спортзал, то есть проснулся и сразу поехал. Мне, как бы, я позанимался и потом у меня к вечеру, наоборот, прекрасная практика. Ну, тут вам, к сожалению, тут вам привелся делать усилий больше, чем всем остальным. Не, ну, вы просто понимаете, что когда еще у человека болезнь Бехтерева зашла достаточно далеко, то и сдержки уже существуют по физике, то, в общем, трудно. Когда и сдержки маленькие, заниматься проще. Когда и уже большие, заниматься, ну, потому что... Ну, самое главное, или вы сейчас говорите по времени в течение дня? Вот для нашего коллеги это важно, потому что, когда он все чувствует нормально, тогда ему, наверное, нужно заниматься. А когда нет, то, наверное, лучше. Ну, в общем... Хотя можно пробовать, кстати. А психика работает так, когда нормально, вроде все в порядке, думаешь? Да, можно и не... Можно и пропустить, разок еще такого-то. Вот тут я не понимаю. Ну, как бы вам сказать. Значит, мне вообще трудно, наверное, это понять. Ну, наверное, в силу моей глупости. Когда человек увидел, когда... Я вспоминаю, значит, девушка отвлеклась для смеха. Значит, как монолога двух девиц там. Встретились, ну, вот таких лет по 20. И говорят, вот, недавно, говорит, там это видел памятник Шаляпину. Вот, говорит, ух ты, я не знал, что Прохор Шаляпин, что деду памятник уже стоят. Я, говорит, даже не знал, а где, говорит, стоит. Вот, конец света. Вот, а потом, значит... Да, потому что там, ну, развод по сессию, говорит, сессия на одной висит, как мандокла в меч. Вот, просто, конечно, да? В общем, это... Слушаешь, да, так вот, значит, насчет мандокла в меча. Когда... Я к чему это? Смешно, конечно, смешно, но... Я никогда не мог понять, когда что-то там тобой висит, а ты пытайся не обращать внимания, да? То... Ну, я бы, наверное, не смог. Это нужно, говорит, иметь какой-то особый склад характера, вид таланта. Чтоб, когда вот что-то не то, я думаю, как... Ну, вы же знаете, да, что вот, в общем-то, в общем-то, там висит. Ну, а сейчас хорошо, и можно, как бы, и замечать, ну, как это? Ну, у меня, как бы, у меня здесь есть ответ. На самом деле, как бы, эта психика формируется каким-то образом в детстве, какие-то привычные механизмы избегания, незамечания чего-то, что происходит. Как бы, и потом это переносится во взрослую жизнь просто. И, ну, как бы, по проблемам понятно, видно, ну, вот так вот. Чего знаю, с другой стороны, ну, я знаю. С другой стороны, конечно. Вот у меня, например, есть, наверное, такая черта, которая, собственно, и проклятирует, сформировала... Когда чувствуешь, что у тебя что-то не так, неважно, в каком смысле, психоэмоционально, физическом, ну, я как-то мне очень... Мне к этому не привык, и я не хочу этого, и... Чтобы этого не было, я просто взаимосвязываю, да? Я не могу этого терпеть. Мне это не нравится. И чтобы этого не было, я предпринял какие-то действия. Но когда человек, что есть то, что не нравится, он не предпринял действия, вот тут вот что-то у меня сдаёт, у меня тут... У меня на ум приходит просто какой-то пример самый банальный из жизни, но представьте ситуацию, когда там ребёнка в детстве, там, родители бьют, например, регулярно, и ребёнок вынужден это, ну, как бы, игнорировать и потом как будто бы не замечать. И телесные, как бы, границы, ощущения, они, ну, как-то совсем-совсем размываются. Ну, я видел таких людей, это страшно. Ну, и вот потом, это же потом переносит, как бы паттерн поведения переносится потом на жизнь уже. И как будто не замечаешь, игнорируешь там, как будто бы ничего не происходит. Вот примерно вот какой-то такой механизм действует. Да, но потихоньку батарейки садятся, человек это же чувствует. Это как, знаете, запрограммировано что-то, и надо перепрограммировать полностью. А это очень тяжело. Чем раньше? У меня вот есть такой товарищ, такой Степанова зовут. Ну, он, правда, пришёл заниматься, где-то ему было 30. 36, да, с болезнью Бехтерева. Нет, больше, наверное, 38. И где-то, значит, через 5. Собственно, не было понятно, что я был, потому что у него был там, алкоголизм был, это умер отец, умер брат там, да. И поясница, в основном поясница. Ну, поясница как бы разобрались более-менее. Значит, да, и общее состояние его. Вот, 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 очень умный мужик, но много специфики, короче. Вот. И не было понятно, что-то, что, какая его проблема, не было понятно до конца. Поясница проходит, опять начинает там, что-то, какие-то вещи, ну, неясно. Его обследовали, там, он ездил за границей, но не поставили диагноз. И когда я ему говорю, уже 5 лет прошло, всё, иди отсюда и живи там, занимайся. И всё. И он нашёл. И через 3 года опять появился. Вы знаете, говорит, вот когда кончил с нами заниматься, и через полгода меня прихватило левый мизинец, и мне поставили диагноз болезнь Бехтерева. Ему тоже было за 40. Вот. Ну, и мне говорят, мол, мужик, что ты вообще ходишь, а не лежишь? А он говорит, я йогой занимаюсь. Как вы что-то такое? Ну, вот йогой занимаюсь. Ну, тогда занимайся. Вот, значит. И он говорит, мне это было неудобно, что-то там... Ну, он банкир был, он такой, средняя рука. Вот. И он уехал в Индию. Он колачивался целый год, всё искал. Когда, говорит, я понял, что кроме денег, так сказать, утраты денег я ничего не получу. Значит, я вернулся к вам. Давайте опять заниматься. Вот. И почему вольтераны мы потом снизили, я говорю, он до 0,25, и всё. Он живёт, это вообще ничто. Вот. А чем старше, чем легче переносится, да? Вот. Вы как-то ещё продержались удивительно. Ну, уже надо заниматься. Что это? Питаться на посетиме йогов. Один раз в день. Начинаешь утром, кончаешь вечером. Это вот. Вот такие дела, господа. Ну, ладно. Давайте-то, наверное, расходиться. Мы сегодня уже поговорили достаточно. Более чем.